Отлично. Здравствуйте, коллеги. Я подготовил для вас вебинар, который называется «Цифровой след студентов LMS Moodle». Это как бы уже в развитии вот этого курса, который у меня планируется по разработке курсов. То есть, когда вы уже разработали курс, уже у вас группы про учили студентов, уже там появился какой-то материал, и его можно поанализировать. Вот смысл нашего сегодняшнего вебинара. Вот. Давайте начнем с того, что такое система управления обучением по-русски, по-английски LMS, LMS Management System, Moodle. Ее автор, вот здесь вот на картинке показан автор и создатель этой системы. Moodle – это система управления обучением. Она известна под разными именами. Система управления обучением, виртуальная обучающая среда. И, собственно, является аббревиатурой от английских слов Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment. Модульная, объектно-ориентированная, динамическая обучающая среда. То есть модульность включает гибкую систему настроек, подбор конфигурации самой системы, работу с модулями, соответственно, возможности динамического управления процессом прохождения курса. Про это мы все потом будем на курсе говорить, как это все делается. А сейчас я скажу, что при создании этой системы разработчики заложили туда определенную идеологию. И идеология этой системы базируется на трех принципах. Конструктивизм, конструкционизм и социальный конструктивизм. Поэтому, если вы хотите эффективно ее использовать, то надо понимать эти принципы и включать их в свою практику. В практику дистанционного обучения, в практику создания таких курсов. Что такое, как понимается конструктивизм? Они говорят, что создатели этой системы, что основой любого обучения является интерпретация полученных знаний. И для того, чтобы интерпретация у вас происходила, слушатели курса должны обмениваться как-то между собой информацией. Иначе интерпретации происходить не будет. Второй момент – конструкционизм. Эта парадигма утверждает, что в рамках конструкционизма обучение намного происходит эффективнее, если студент создает что-то для других. То есть, если он не просто читает текст, а на основании текста делает презентацию, например. И сдает ее. Для этой цели в Moodle предусмотрено несколько видов модулей, несколько заданий. И расширением этого принципа конструкционизма на принцип социального конструктивизма является принцип взаимодействия в группах. То есть, группа должна взаимодействовать между собой, создавать какой-то продукт. И в результате создания этого продукта производится обучение. И поэтому еще раз говорю, что если вы хотите эффективно использовать эти принципы, значит, они накладывают достаточно определенные жесткие ограничения. И в Moodle они выполнены в рамках некоторых элементов. Поэтому это и есть динамическая среда. Например, там есть элемент семинар, где студенты могут просматривать, могут и должны, в зависимости от того, как преподаватель сделает установки, просматривать работы друг друга, ставить друг другу оценки и так далее. То есть, взаимодействовать между собой. Что для преподавателя значит социальный конструктивизм? Это значит, что преподаватель должен наладить культуру взаимодействия в группе. То есть, и поэтому преподаватель должен создать группу, которая является не просто набором разрозненных единиц, а таким обучающимся сообществом, которое как-то обменивается информацией, оценивает работу друг друга и так далее. И поэтому для этого тоже предусмотрены определенные средства в Moodle. Вот, там есть задания, например, когда студенты могут видеть работы друг друга, могут оценивать и так далее. Это потом мы будем подробнее об этом говорить. А самое главное, самое главное, вот в рамках данного семинара мы должны сказать, что мы меняем парадигму. Парадигму рассмотрения обучения. То есть, у нас обучаемый становится слушатель нашего курса, становится не пассивным объектом, который проходит какую-то информацию, а мы должны его рассматривать как определенного рода соавтора нашего курса, поскольку он по нашим заданиям создает определенный учебный контент, который отражается в курсе. И, соответственно, когда этот контент накапливается, можно этот контент анализировать для того, чтобы делать какие-то выводы о характере обучения студента. То есть, самое главное получается, что в нашем учебном, в этом подходе, если мы хотим полноценно использовать парадигму электронного обучения и должны вовлекать обучаемого в обучение на основе принципов сотрудничества и конструктивизма социального, то мы должны тогда сменить наш подход и рассматривать слушателя курсов не просто как пассивную единицу, который выполнил задание и получил оценку. Мы должны его рассматривать как человека, который создает контент. И мы можем этот контент, и мы этот контент должны анализировать. И, собственно, этому и посвящен данный вебинар. Какие сейчас есть, я знаю, по крайней мере, может быть, вы знаете больше, какие есть возможности для анализа создаваемого контента. Это создание, вот смена этой парадигмы, она полностью соответствует пониманию того, что такое информационная технология. То есть, информационная технология – это процесс. Определение информационной технологии заключается в чем? Что информационная технология – это процесс, использующий совокупность средств и методов обработки и передачи первичной информации для получения информации нового качества. То есть, цель информационной технологии – всегда производство информации для того, чтобы в последующем ее анализировать, для того, чтобы увеличивать количество информационного ресурса. И с этой точки зрения, вот такой переход к активной парадигме, когда мы рассматриваем слушателя как создателя контента, он полностью находится в русле понимания информационной технологии, как технологии производства информации, создания информации. Теперь, что такое цифровой след? Ну, цифровой след – понятие, собственно, появилось недавно. Его активно продвигает университет 2035 МИФИ. Вот они под этим, понимая, они выпустили какую-то методичку, и под этим понимают, что это данные об образовательной, профессиональной или иной деятельности человека, которая представлена в электронной форме. Цифровой след используется для анализа развития каждого человека с целью подтверждения получения нового опыта деятельности существующих, накопления данных о траекториях развития, накопления данных о траекториях развития для совершенствования системы рекомендаций. Вот. Ну, можно вполне принять это определение, то есть это совокупность тех информационных ресурсов, которые на данный момент есть. Да, давайте быстро у меня вебинар. Давайте я вам через час все отвечу. Так, источники данных цифрового следа. Значит, какие у нас есть источники данных в цифровом следе? Когда мы рассматриваем процесс обучения? Значит, это информация, которая вводится самим участникам о его деятельности, то есть он, это та информация, которую он вводит при регистрации, может вводить, когда описывает что-то. Дальше информация, которая вводится другими участниками образовательных активностей, в том числе участниками мероприятий совместных. Когда они учатся, они выполняют задания, пишут что-то в форуме и так далее. Это может быть автоматизированная фиксация и передача данных, то есть когда он отправляет задание, у нас в модуле есть несколько модулей задания, значит, он отправил задание, оно автоматически зафиксировалось. Фиксация и накопление данных, ссылки, которыми они обмениваются, вот, и так далее. Тут очень большой спектр. Я вот эту взял, в принципе, этот перечень, опять же, из университета 2035. Ну, они дали такой обширный перечень, а потом мы его привяжем к возможностям мудла. Следующий момент – это что такое алгоритм? Алгоритм – это название по имени арабского математика Аль-Хорезми, он называется «Алгоритм – это конечная совокупность точно заданных правил и решений для произвольного класса задач или набор инструкций, описывающих порядок действий исполнителя для решения некоторой задачи». Я в прошлом вебинаре уже говорил, что я придерживаюсь алгоритмического подхода к разработке учебного курса, то есть я считаю, что, по сути дела, разработка электронного курса – это создание алгоритма прохождения учащимся электронного курса. И из этого есть практический вывод, следует, что продуктом интеллектуальной деятельности участника по созданию электронного курса является сам алгоритм, по сути дела, вот сам алгоритм прохождения электронного курса, при этом принимается во внимание структура тем, как они связаны между собой, каким образом ставится оценка, каким образом формируется траектория обучения и так далее. Вот это все входит в понятие алгоритма. Теперь, собственно говоря, типичный шаг в этом алгоритме, в алгоритме создания электронного курса можно выразить вот из четырех, из четырех этапов состоит типичный шаг обучения, создание алгоритма обучения, по которому пойдет ваш слушатель в электронном курсе. Это первый шаг – представить информацию студенту, второй шаг – получить обратную связь, результаты, вот, третий шаг – принять решение, освоен материал или нет, вот, и четвертый шаг – принять решение, допустить его к следующему этапу или нет. То есть вот таким образом мы с вами действуем, то есть мы продумываем структуру каждой темы и начинаем соответствующим образом программировать действия нашего студента. И здесь вот опять же выдержка из курса, когда для каждого этапа выполнения этого алгоритма представлены элементы, которые есть. Я говорил, что раньше по определению, как видели создатели его создатели Moodle, что это динамическая система, и поэтому динамическая система предполагает набор элементов, по которым этот человек начинает учиться. Значит, вот для предоставления информации там есть элементы файл страницы книга, лекции, глоссарий там и так далее. Для получения обратной связи это форум, задание, семинар. Вот для решения, освоен материал или нет, есть тест, словесные игры, ну и так далее. Можно там использовать еще ряд элементов. И принять решение, допустить к следующему шагу или нет, это настройки темы. Вот все эти элементы, особенно те, которые предназначены для получения обратной связи, они позволяют, они фактически являются теми элементами, которые формируют цифровой след в нашей системе управления обучением. То есть, все, что предусмотрено для получения обратной связи, это элементы, которые формируют цифровой след. Ой, я извиняюсь, тут почему-то пролистнулось несколько слайдов. Теперь отдельно, есть отдельная дополнительная возможность в Moodle уже конкретно собирать цифровой след по выбранной теме. Для этого в рамках Moodle существует система управления тегами. Система управления тегами, она находится среди стандартных настроек любого элемента. И вот здесь она показана, как бы раскрыта, вот здесь выполнение элемента курса, это один из элементов Moodle, компетенции тоже, а теги – это элементы для управления тегами. Значит, вот, и поэтому управлять стандартными тегами можно, и можно их выбирать, то есть можно формировать свою систему тегов, которая позволяет отслеживать те задания, которые предназначены, ну, каким-то тематическим образом для того, чтобы выполнять какие-то аналитические задачи. Здесь вот пример, пример из курса, какие теги у меня задала студентка. Каждый студент может создать свою систему тегов, вот, и на основании вот этой системы тегов можно смотреть, какие его интересуют области знаний. То есть можно посмотреть, какие теги она включила в свои задания, и, соответственно, облако тегов позволяет нам определить его увлечение. Тут вопрос, я, извиняюсь, как-то сразу не заметил, вопрос о пример, это вот к чему относится? Ну, ладно, потом можем, а вот к этому как раз, к тегам, ну, вот, пример, вот студент, студент создал свои теги, и мы можем оценить, что его в данный момент интересует. Понятно, что это экология, ландшафтная архитектура, вот, то есть вот такая вот, такие области знаний, которые объединяются и находятся в междисциплинарном диапазоне. Кроме того, мы можем формировать сами задания, определить круг своих интересов, и вот здесь вот мы видим, что, например, выпускная квалификационная работа, я ее пометил, значит, она будет включена в круг моих интересов, и я буду смотреть то, что сделали студенты для того, чтобы эти интересы у них отслеживать и смотреть, что они делают. Вот, то есть анализ, есть возможность анализа цифрового следа по заранее заданной тематике, выбор тех заданий, тех работ, которые необходимы, и отслеживание интересов студентов и предпочтений для того, чтобы мы могли в дальнейшем совершенствовать свой курс, вот, и для того, чтобы он больше соответствовал, скажем, интересам и предпочтениям студентов. То есть включать можно в него какие-то вопросы дополнительно, которые их интересуют, и таким образом мы должны повысить привлекательность нашего курса для студентов, вот, с учетом их увлечений, с учетом тех тегов, которые они ставят. Теперь мы с вами перейдем к конкретному и практическому применению того, что создали студенты. Того, что создали студенты. Вот я возьму здесь пример, в качестве последнего практического примера, я возьму свой курс «Учебная школа проектного мышления», он у меня достаточно активен, спрашивают, да, вот вопрос поступил, то есть если студент сам никакие теги не внес, следа цифрового по интересам пока нет. Но это не совсем так, в любом случае след есть, но он будет просто не структурированный, и вам надо будет применять свои методы для того, чтобы его структурировать. Вот, а так он, конечно же, есть, потому что он оставляет сообщения, вот, и контент создается все равно, он оставляет, пишет какие-то сообщения, выполняет задания, но просто этот след не структурирован. Я как раз, кстати говоря, вот покажу работу с не структурированным следом, потому что это, наверное, наиболее интересно, и наиболее такая область сейчас, где больше всего можно получить каких-то интересных для преподавателя результатов. И в качестве практического примера я возьму восьмую неделю своего курса «Школа проектного мышления», она называется «Завершение курса», и там есть, во-первых, следующие элементы. Первый элемент есть заключительный тест, ну, это тест и тест, студент его проходит, там есть результаты. Анкета для постпроектного анализа. Анкета для постпроектного анализа. Я взял вопросы из анкеты, из практики разработки проектов компании Microsoft, MCF. Это те, кто занимается проектной деятельностью, знают, что обязательным требованием, обязательным требованием к завершению любого проекта является постпроектный анализ, когда участники проекта собираются, анализируют, рефлексируют свои действия и обязательно пишут их письменно. Вот, это обязательное требование для того, чтобы заниматься какой-то проектной деятельностью и накапливать опыт в этой области. Анкета эта взята из, говорю, рекомендаций компании Microsoft, методика MCF, Microsoft Framework Solutions и включает в себя четыре вопроса. Четыре вопроса следующих. Мы их потом увидим на слайде. От студентов требуется вспомнить, что они получили, что им пригодится в будущем. Вот, это такая достаточно интересная анкета. Дальше следует итоговый форум по курсу, где нет никаких требований, он не структурирован абсолютно, никаких требований к этому форуму нет. Студенты пишут отзыв в свободном, абсолютно в свободной форме. И поэтому мы посмотрим, каким образом анализировать те отзывы, которые создаются в свободной форме. Ну и потом это уже так, сертификат об окончании курса. Причем здесь, видите, эти все элементы выстроены в соответствии с возможностями Moodle. Да, когда мы можем создавать индивидуальную траекторию обучения. Здесь вот доступ к восьмой теме ограничен, пока он не выполнил предыдущее задание. А когда ему это открылась тема, он должен выполнить заключительный тест. Вот тут вопрос поступил. Скажите, пожалуйста, элемент выполнил, когда вы галочку поставили, студент галочку поставил, вы проверили и оценили, или он просто прошел тест и автоматически считается, что он выполнил. Это зависит от того, как вы настроили элемент. Значит, можно сделать так, чтобы можно сделать, там есть система настроек, я буду более подробно в курсе про это говорить, но можно сделать настройку, чтобы он проходил тест и получал оценку не ниже проходного балла. И тогда мы автоматически снимаем эту проблему и, соответственно, вот у нас получается, что он автоматически проходит тест и галочка ему ставится. Вот. Точно так же и в форуме. Там вся эта система настроек есть, вот надо просто уметь ей пользоваться. Значит, заключительный тест, он прошел, после этого ему доступна анкета для постпроектного анализа. Вот. И после этого, после того, как он ответил на вопрос о анкете, ему становится доступен итоговый форум по курсу, где он пишет свое. И после этого может получить сертификат. Значит, еще пару слов про анкеты. Анкеты надо обязательно использовать в курсе. Ну, я там подробно расскажу, как можно поставить анкету вначале педагогу и что можно потом из нее извлечь и как написать статью на эту тему. А мы поговорим, как обработать заключительную информацию. Первое, что мы берем, элементы, все отзывы студента, я выгружаю, выгружаю в электронную таблицу. Это простая настройка, там ничего такого нет. Значит, и первое, мы определяем эмоциональную окраску текстов. Определяем эмоциональную окраску текстов. И вот здесь я пишу, что общее количество слов... Вот у меня группа отучилась, они все оставили отзывы на форуме. Я эти отзывы выгрузил в электронную таблицу, в текстовый формат и стал их проверять. Проверять можно обычным текстовым редактором, можно специализированной программой для контент-анализа, если она у вас есть и доступна. Вот. Программы там проверять попроще. Текстовым редактором это более, так сказать, немножко трудоемко, но в принципе без разницы. Вот. Мы смотрим общее количество слов с отрицательной коннотацией. 10%. То есть, когда студенты сказали, что что-то плохо, что-то им не понравилось, что-то там еще что-то их там не устроило. Вот. Общее количество слов с положительной коннотацией 17%. Это значит слова, которые типа хорошо, понравилось, там что там еще может быть. Вот. Когда происходит вот этот вот частотный анализ. И, соответственно, мы тогда можем сделать вывод о том, что отзыв, общий характер отзывов эмоционально сбалансированный. То есть, примерно сколько процентов, то есть, эмоционально он не окрашенный каким-то преимущественным образом, когда всем что-то не понравилось или всем что-то поголовно понравилось. Но такого тоже не бывает в реальности, чтобы всем поголовно понравилось. Дальше мы посмотрим общее количество существительных глаголов и прилагательных. Для чего делается? Для того, чтобы тоже оценить, насколько сбалансирован характер отзывов. Потому что если преобладают глаголы, то, значит, описываются в основном какие-то действия. То есть, действия, которые в зависимости от эмоциональной окраски требуются или не требуются. И в результате вот из такой анализа такой простой картины следует общий вывод, что отзывы имеют сбалансированный характер и, соответственно, вот эти оценки, в общем, имеют непредвзятый характер и мы можем вполне их использовать для дальнейшего анализа. То есть, если бы у нас отзывы имели какой-то предвзятый характер, какую-то эмоциональную окраску, то мы должны были бы в наших дальнейших рассуждениях вот эту эмоциональную составляющую учитывать. Ну, поскольку они достаточно сбалансированы как по эмоциональной окраске, так и по структуре предложения, где есть в равных количествах и существительные глаголы, и прилагательные, значит, соответственно, вот они сбалансированы и мы можем дальше проводить этот анализ. Следующая процедура это анализ смыслового содержания. Анализ смыслового содержания, когда этот этап, который до конца не формализуется и зависит от преподавателя, ну, примерно он производится следующим образом, когда вы берете, читаете отзывы студентов и смотрите, про что они пишут, выделяете, как бы, выделяете смысловые единицы, выделяете смысловые единицы, потому что они могут студенты про одно и то же написать разными словами немножко, вот, и тут такой неформализованный, неформализуемый этап, когда вы эти разные слова формулируете в какую-то единую общую мысль, вот, и получается в результате вот такая табличка, где у вас есть имена студентов, а вы провели дальше смысловой анализ, и на основании смыслового анализа выделили вот такие смысловые единицы, и, соответственно, после этого, читая отзыв конкретного студента, вы отмечаете галочками или там плюсиками или ноликами, чем хотите, вот, что он в своем отзыве вот эту тему упомянул. То есть, вот у меня первый студент, он упомянул там про то, что он изучил этапы проекта, изучил, как пишется концепция проекта, структура работ, составление плана, расчет ресурсов, расчет длительности, расчет стоимости, научился, поработал в команде MS Project, создал, поучаствовал в презентации, вот он эти все моменты в своем отзыве отразил. Следующий студент отразил только то, что ему запомнилось, ему запомнилась работа в команде, работа, составление структуры работ проекта и расчет длительности и расчет стоимости, а все остальное как-то ему не запомнилось, прошло мимо его, мимо него, и он в отзыве это не отразил. Дальше там следующий студент, вот ему то, ну, видите, в общем, в результате получается, если мы посмотрим по столбцам, то очень многим, видим, запомнилась работа в команде, работа с программой MS Project, методик, положительно многие оценили методику проведения курса, кто-то там стали отмечать отдельные недостатки, но я говорил, что у нас такая коннотация есть отрицательная, кто-то там отметил какие-то недостатки или улучшения, которые, по его мнению, необходимы. Ну, вопрос тут такой, какое количество отзывов студентов, по вашему мнению, можно реально проанализировать? Группа, учебный поток, 25-250 человек, реально можно проанализировать любое. Потому что зависит от способа вашего анализа и от глубины этого анализа. Одно дело, если вы там просто делаете какой-нибудь частотный анализ, смотрите эмоциональную окраску текста и так далее, это можно там на 250 человек разделить. А если у вас небольшая группа, то вот вы можете таким образом делать смысловой анализ в пределах тех возможностей, которые, того времени, которые у вас есть. Вот в результате мы получаем такую диаграмму представления результатов. Мы видим, значит, здесь у меня показан процент, которые студентов, которые ответили на эти вопросы. И мы, соответственно, можем в результате иметь сводную картину и смотреть, что больше всего отражено в отзывах студентов, что им больше всего запомнилось. Вот больше всего им запомнилась работа с программой Microsoft Project. Большая часть положительно отнеслась к методике проведения этого курса. Очень им запомнилась работа в команде. Вот они получили какой-то опыт, который на них произвел большое впечатление. Вот. И, собственно, дальше разработка структуры работ. Это, я так понимаю, почему им это запомнилось, это структурированный подход к планированию проекта, требует определенного навыка системного мышления. Он, видимо, для них оказался новым, но им запомнился вот как пример такого системного подхода к разработке к разработке и планированию проекта, к созданию структуры проекта. Ну и дальше вот мы можем там по темам смотреть, каким образом, значит, что кому из студентов запомнилось, какие у нас есть результаты. ну вот Артем тут спрашивают с помощью каких инструментов осуществляется текстовый анализ. В принципе, в самом простом варианте вы можете его делать с помощью текстового редактора. Вот, ну, значит, если посложнее, то можете взять какой-нибудь свободно распространяемый анализатор контента. Я сейчас не буду конкретные эти программы упоминать, чтобы не создавать какой-то пиар на на этом занятии. Вот, но, в принципе, они все доступны, и вы легко их можете найти в интернете, свободно распространяемые программы для контента анализа. Ну, и повторяю, что в самом плохом случае хватает, в общем-то, Excel. Вот, для того, чтобы составить вот такую таблицу, не надо абсолютно никакого специального софта, вот, простого Excel, электронной таблицы, тут даже ничего такого особенного не надо. Вот, ну, дальше, вот здесь дальше пойдет специализированная часть, специализированная, специализированная, уже достаточно специализированная, которая делается с помощью пакетов для обработки результатов мат-статистики, когда идея в том, что мы должны вот по этой таблице взять, по этой таблице и взять, определить корреляции между столбцами. Корреляции между столбцами, для этого мы обращаемся к статистическому пакету, вот, у меня используется СПСС, достаточно известный пакет для обработки статистических результатов, он строит таблицы сопряженности, потом на основе этих таблиц сопряженности строит корреляции и помечает те из них, которые являются значимыми. вот, и в результате мы получаем вот такое, чтобы уйти вот от этих матриц, которые содержат кучу цифр непонятных, я сделал графическое представление, графическое представление о тех корреляциях, которые являются значимыми. И мы можем посмотреть не только отдельное, не только отдельное, частоту отдельных упоминаний о каких-то, о каких-то частях нашего курса, о каком-то опыте, который они получили, но и попробовать воссоздать структуру, структуру связей тех образов, которые получаются у студентов в ходе изучения курса. Ну, вот здесь вот видно, что вот этот показатель работы SMS Project коррелирует с показателями расчета длительности и стоимости ресурсов, что, в общем-то, понятно, совершенно и оправданно, потому что без расчета стоимости и длительности ресурсов просто не создать сбалансированный план по управлению проектами, вот, и коррелирует с созданием презентации, то есть как бы у них в сознании сливается создание структурированного плана и его презентация. Вот, ну, и точно так же разработка, создание структуры работ, оно у них ассоциируется с управлением проектом в целом, вот, и с разбиением на этапы, что, в общем, совершенно тоже оправдано и понятно, потому что для того, чтобы управлять проектом в целом, необходимо разработать структуру работ и проработать этапы проекта. Дальше у них есть вот еще интересная ассоциация, что у них цель проекта ассоциируется с требованиями к руководителю, то есть они стали понимать, что в зависимости от того, какую цель мы поставим для руководителя проекта, от руководителя проекта потребуется определенное качество, которое необходимо для того, чтобы этим проектом управлять. У меня не стал листаться. так. А вот. Ну, это ссылка на статью, где эти результаты все описаны. Если вдруг кого-то имеет значение, захотите какие-то результаты свои процитировать или наши процитировать, вот ссылка на статью. Ну, теперь мы посмотрим еще, каким образом... Это мы посмотрели вопросы заключительного теста, которые в неструктурированном виде, и как их можно обрабатывать, и что из них можно получать. Еще вот я обработал на предмет отношения к дистанционному обучению, поскольку это курс дистанционный, то интересно, какие студенты ценят возможности в дистанционном обучении. Вот здесь наглядно видно, почти 90% сказали, что это возможность управлять своим временем. Как ни странно, довольно большой процент, почти что 50% возможность смотреть работы одногруппников. Но это связано со специфическим характером обучения в нашем ВУЗе, когда идет проектный процесс, там у нас построено все на индивидуальных консультациях, они мало общаются с друг с другом, и это им интересно и важно, чтобы... Вот это как раз, опять же, отсылка к педагогике социального конструкционизма, сотрудничества, когда для студентов это очень важно, чтобы смотреть работы друг друга и на их основе создавать что-то свое. Вот, отмечают еще такое качество, как ответственность студента за процесс обучения, потому что когда идет очное обучение, то они волей-неволей, они поставлены в ситуацию, когда им надо приходить в определенное время, там что-то делать и так далее. От них это не зависит. А здесь они вынуждены сами планировать свое время, свой доступ и, в принципе, вот они это отмечают как положительную сторону данного процесса. Теперь мы рассмотрим анкету и то, что мы из анкеты из этой извлекаем. Значит, в анкете четыре вопроса. Приобретенные навыки после изучения курса. Вот я обработал приобретенные навыки. Значит, они сказали, что приобрели личностные навыки, навыки работы с программами, навыки анализа и самоанализа, организации коллективной работы, стратегического мышления и планирования, руководства, тайм-менеджмента и целеполагания. В принципе, это хороший такой набор навыков, которые получаются после завершения этого курса. Дальше. Следующий вопрос анкеты – это приобретенный опыт. На вопрос о приобретенном опыте студенты написали, тут более разнообразные ответы, меньше проценты. Вот если в анкете больше четверти ответили, что там они какие-то разные личностные навыки приобрели, вот, то здесь вариативность меньше, но они все отмечают, что приобрели опыт организации работы, опыт планирования, опыт разработки документов проекта, опыт комплексного видения. Опять же, работа в MS Project, почему-то она на них такое неизгладимое впечатление производит, что они ее упоминают в разных местах, в разном контексте. Вот, опыт создания системы мотивации, ну и прочее, там, какие-то индивидуальные свои переживания, там, и опыт. Дальше. Следующий вопрос анкеты был, что пригодится в будущем. Что пригодится в будущем. Вот, почти половина студентов ответила, что опыт руководства. Опыт руководства, то есть, они побывали в шкуре руководителя, почувствовали, что это такое. Ну, еще, а дальше уже там идут, нет такого единства, но основные, довольно небольшой процент, но говорят, что навык самомониторинга, опыт планирования, опыт работы в команде. Вот. Но больше всего их поразил опыт руководства. Что они поруководили проектом и побыли в роли руководителя и поняли, что это не настолько простая задача, как им всегда казалось раньше, и что раньше они об этом не задумывались. Ну, и последний вопрос анкеты. Чего следует избегать в будущем? Чего следует избегать в будущем? Здесь они достаточно единодушны. Они все ответили про прокрастинации, но это я так сформулировал. На самом деле, они все писали о том, что надо вовремя, вовремя... Я же говорил, что к форме обучения дистанционное не относится положительно, потому что это повышает ответственность студента за свои результаты. И в этом случае, вот они говорят, что нельзя ни в коем случае откладывать на будущее что-то, надо соблюдать дисциплину, все делать вовремя. Вот, никогда не надо избегать поспешных решений, то есть никогда не браться там импульсивно за что-то, надо, значит, обдумать, структурировать и потом уже начинать выполнять то, что сделано. Ну, опять же, вот опять же, в связи с Microsoft Project, там проблем с установками программ надо избегать. То есть, поскольку там стояла ссылка и им требовалось самим скачать и установить себе на компьютер, то я, значит, в Moodle, тут поступил вопрос, в Moodle есть какие-то инструменты для автоматического анализа цифрового следа? Там есть инструменты, я говорил про них, это прежде всего сбор информации по тегам. Вот, а построение вот таких вот диаграмм, оно, в принципе, там, ну, может быть, оно у них появится, потому что там только на уровне, сделано все на уровне сбора информации по системе тегов. Это уже, собственно, как бы, мое домысливание и развитие этой темы. Дальше, следующее, что мы можем проверить с помощью этого цифрового следа, есть встроенные, да, есть там встроенные анкеты, можно я там буду рассказывать потом на курсе, как их можно использовать преподавателю. Но самое важное не это, а самое важное, вот то, что мы можем посмотреть в соответствии нашего курса образовательным стандартам и тем компетенциям, которые на этот курс должен создавать. Вот профессиональный стандарт по этой теме. Ну, цифровой след, тут сейчас я отвечу на вопрос, сейчас просто прокомментирую слайд, что профессиональный стандарт у нас есть, который включает обобщенную трудовую функцию, руководство процессом архитектурно-строительного проектирования, и работ, связанных с реализацией объектов капитального строительства. И компетенция федерального образовательного стандарта способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде, и способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. И вот мы, когда прилагаем результаты нашего анализа, ответа на вопросы анкеты, что студентам больше всего запомнилось, мы, соответственно, таким образом предоставляем доказательства того, что наш курс действительно отвечает тем требованиям, которые к нему выдвинуты федеральными образовательными стандартами и профессиональными стандартами. И вот это служит доказательством того, что курс создан правильно, что он отвечает этим требованиям. И вот это очень ценная информация, потому что, как правило, учебные курсы проектируются сверху вниз, то есть курсу назначаются какие-то компетенции, которые он должен создавать, а средств для того, чтобы получить обратную связь, сделать вот этот анализ, нет. И только используя вот этот цифровой след, мы можем проанализировать. Вот теперь вопрос. Цифровой след же не только анкетами отслеживается и тегами, полагаю. Но цифровой след отслеживается всеми заданиями, которые выполняет студент, и всеми сообщениями, которые он пишет. Вопрос-то ведь в методах этого анализа. То есть если он вам пишет, присылает дипломную ВКР, дипломную выпускную квалификационную работу, там вы тоже можете использовать это как цифровой след в качестве ресурса для обработки информации. Но вопрос, как вы будете обрабатывать столько ВКР, какими способами, такое количество текста. Вот какими способами. А так, конечно, безусловно, что цифровой след создается всем контентом, который создает студент во время обучения в курсе. Ну и теперь пару слов о том курсе, который планируется с 20 апреля. Значит, там курс, это курс называется «Курс по созданию электронного учебного курса в Мудле». Полный объем курса 72 часа. Взаимодействие слушателей с помощью стандартных элементов, например, форум. 10 вебинаров, 10 тем в курсе предусмотрено. В курсе 10 тем 10 вебинаров. Вебинары длительностью полтора часа, проходят два раза в неделю. Записи вебинаров доступны. Количество тем 10. Материалы курса по теме можно сохранять по желанию пользователей. Значит, соответственно, с принципом. Примерная стоимость – это к Татьяне. Она вам все скажет. Вот. Значит, тут спрашивают суждения. Значит, позвольте суждение, не вопрос. В базовой версии Moodle, к сожалению, не так много возможностей сбора и анализа цифрового следа. Как правило, это журнал оценок, журнал компетенции, отчет участия в курсе, отслеживание ресурсов, элементов и ресурсов. Вот, пожалуй, все. Ну, я опять же скажу, что я не совсем с этим суждением согласен. В том плане, что информационные… Вот давайте так скажем, что в Moodle есть информационные ресурсы. Они образованы ответами на форум, на задания, на анкетами, глоссарием. Может, потому что глоссарии тоже студенты могут дополнять. Вот, все, что делают студенты, это цифровой след. Другое дело, что мы не всегда еще можем развить методы, которые подходили бы для анализа, например, ВКР, которые дают студенты или еще что-то. Но это вопрос как раз современных технологий. Вот. А так, то, что вы говорите, что это только журнал оценок, журнал компетенций, я с этим не соглашусь. То есть цифровой след – это все, что оставляет студент во время прохождения курса. Значит, ну, следующий вопрос. Можно поискать плагины, которые отчасти обогащают возможности анализа, рабочей статистики по курсу, персонального по студенту. Да, такие плагины есть, там они сделаны. Вот. Частично мы рассмотрим установку этих плагинов в курсе. Но дело в том, что плагины плагинами, но есть такой момент, что среди плагинов происходит такой у них в Moodle, такой естественный отбор. То есть те плагины, которые не пользуются большим спросом, они их устраняют, удаляют из поддержки. Вот какие-то делают новые. Ну, это отдельная большая тема, каким образом работать с этими плагинами и что они дают, потому что каждый плагин нуждается в освоении. Вы должны к нему взять и прочитать инструкцию, должны понять, как с ним работать и так далее. На это тоже уходит большое количество времени. Количество времени не меньше уйдет, чем просто, если вы сделаете... Я считаю, вернее, по моему мнению, что количество времени будет не меньше, чем то, которое вы сделаете, если просто выгрузите данные в Excel. Значит, тема 1 в курсе. Принципы электронного обучения. Здесь идет разговор про информатизацию и ее последствия. И, собственно, я излагаю вот этот свой подход алгоритмический к электронному обучению. Мы рассматриваем алгоритмы обучения, принципы разработки. И у нас как практикум, там есть работа с глоссарием. И я показываю... Для того, чтобы вы освоились, привыкли к этому интерфейсу, там можно поработать с глоссарием и решить кроссворд. Там есть такой встроенный плагин, чтобы показать, что это не только какие-то скучные задания и какие-то формы. Потом мы рассматриваем педагогический дизайн, концепцию курса, техническое задание, как проектировать и так далее. То есть мы тут немножко попробуем что-то сделать по разработке концепции курса. Потом рассматриваем общую структуру курса. Значит, система управления правами, настройки, правила, так сказать, хорошего тона при создании курса. Вот. И уже с этого момента, с третьей темы, тем слушателям, которые заплатили за по... Не просто пришли как слушатели, а пришли как активные слушатели. Я создаю для них свой электронный курс. И они могут вот эти, то, что здесь рассказано, применить в действии, на практике. И сами попытаться создать вот свою структуру учебного курса. Потом мы смотрим элементы коммуникации со слушателем. То, что мы... То, как мы отправляем слушателям информацию с помощью каких элементов. И тоже идет практикум по применению этих навыков в действии. То есть создается... Вам надо будет создать какие-то свои собственные элементы. Потом мы берем коммуникации, то есть элементы для получения обратной связи. Вот. Там тоже есть элементы типа задания, форум, анкета. Потом мы отдельно рассматриваем тесты, потому что это большой вопрос. Там очень много в Мудле разных вопросов. Вот. И посвящается этому отдельное занятие, потому что тестология – это вообще признанная наука в педагогике. И, значит, надо ее тоже уметь понимать. Значит, дальше мы рассматриваем геймификацию обучения. То есть вот как раз этот цифровой след, как делать аналитику. Там есть определенные элементы геймификации, создаются бейджи. Вот как отслеживать. В практикум входит настройка системы оценок курса, настройка системы завершения, получение отчетов, какие можно отчеты получать. Потом следующая тема – это настройка системы компетенций. Как можно в Мудле настраивать системы компетенций. Вот как это выглядит со стороны студента и преподавателя. Как настроить собственную систему компетенций. После этого рассматривается тема по организации учебного процесса. То есть зачисление на курс, группы, потоки. Зачисление, начисление. То есть зачисление, отчисление. Очистка курсов, надо технологический регламент создавать для очистки курса накапливается. Потому что тот контент, который накапливается, если преподаватели его не используют, то это получается мусор информационный. Его надо связаться, надо его чистить периодически и так далее. И последняя тема – это электронный учебный курс. Как интеллектуальная собственность. Здесь мы рассматриваем интеллектуальную собственность. Как можно зарегистрировать учебный курс в Ринце. У меня есть пример. Я вот этот свой курс «Школа проектного мышления» зарегистрировал в Ринце. Ну и, соответственно, потом там порядок экспорта, импорта, обмена и так далее. Курсами. Это в целом. В целом это все темы курса. Вот этот курс, который будет 20-го числа, я его в прошлом году отправлял на конкурс международный открытых учебных онлайн-курсов. Это Кранча Варт. Он там получил специальную номинацию, которая называется «Знания и практики». Вот. И это говорит, в общем, о том, что он достаточно качественно сделан. Это вот мои координаты, если захотите связаться. Так. Значит, давайте на вопросы отвечу. Первое. Согласен с плагинами, что все не так просто. Аналитика курсов. Аналитика на уровне нескольких курсов или целых категорий в Мудле вообще отсутствует. Приходится самим пилить нужные инструменты, отчеты. У нас в университете ТОНГУ есть небольшой опыт. Коллеги, обращайтесь, если интересно. Будем рады обмену опыта. Ну, давайте обмениваться, конечно. Вот. И вопрос, какой статус у зарегистрированного курса в РИНС. Я могу показать, какой статус. Сейчас включу демонстрацию экрана. Так. Как мне сделать демонстрацию экрана? А, вот. Сейчас, секундочку. Ну, отвечу, чтобы долго не искать. Статус учебного пособия. Нет. Статус учебного пособия. У зарегистрированного курса. То есть, я специально связывался с РИНСом. Они сказали, что они считают, что электронный учебный курс – это тот же самый учебный курс, только выполненный в электронном виде. Поэтому они его по статусу приравнивают к методическому пособию. Вот. Ну, все. Я на вопросы, думаю, ответил. Давайте, если еще какие-то есть вопросы. Когда можно будет посмотреть запись этого вебинара, ну, это зависит от организаторов, это не от меня зависит, немножко не ко мне этот вопрос. Пожалуйста. Замечательно, что вам. Я рад, что вам было интересно. Вот. Давайте общаться, обмениваться опытом. Давайте будем учиться друг у друга. Спасибо. На этом я прекращаю вещание. Всем спасибо за то, что нашли время посетить, послушать и так далее. Субтитры сделал DimaTorzok